Ночница или полуночница О том, кто это такая, существует несколько версий, но все сходятся в одной жутковатой истине Полуночница относится к низшим духам, и от нее Люд старался держаться подальше и не подпускать к себе По одному из предположений, ночница аж дочь богу мира Также упоминается родство ее с полудницей, как и с зарей зареницы По другой из версий, ночница погибшая ведьма, дева или старуха, не имеющая чад при жизни С этим, к слову, связывали ее сильнейшую тягу к детям Верили, что по ночам она пробиралась в дом, через дверь или окно К младенцам творила пакость, не давала спать, беспокоила его Кем-то считалось, что она лишь приходила к некрещеным или новорожденным Опасность также заключалась в том, что полуночница, по поверьям, могла подменить младенца на своего Тогда он не рос, не развивался или вырастал больным Также подменить могла на предмет неодушевленный Но матери, чье чадо подменили, казалось, что ребенок настоящий, только не растет Считалось, что для того, чтобы оградиться от полуночницы, на ночь надо закрывать все окна и двери Не выносить младенца после заката из дома Нельзя было качать колыбель без чада или оставлять ее открытой Детей старались никогда не оставлять одних без присмотра Особенно в таких местах, как баня, пастбище, поле или лес Так как дети были более подвержены влиянию неявной силы Однако, вопреки расхожему мнению, что от полуночницы страдали только дети Она могла и взрослым много натворить бед, наслать бессонницу Или вести даже в литургический сон, если человек что-то натворил худое Предки считали, что тогда спящий, подвергнутый влиянию ночницы Мог проснуться лишь, если он искренне раскаялся или же погибнуть Могла полуночница и запутать путника, что не успел в доме скрыться на ночь Предания гласят, что ночница заговаривала странникой и начинала загадывать загадки В этом случае, как указано в некоторых источниках, предки верили, что необходимо было поддерживать с ней разговор Говорить при этом с ночницей довольно рассудительно, с расстановкой, отвлекать Утром, по поверьям, полуночница уходила или исчезала, в любом случае оставляла людей в покое Кое-где указывается, что полуночница могла обращаться в животину Кошку, летучую мышь, также тень или привидение Могла также пристать и в облике девы или же страшной старухи Указывается, что древние славяне верили в то, что от полуночниц хорошо помогали куклы-обереги У которых не было лица, сделанные из щепок и других подручных материалов Подобие прялки, топора, хозяйственных предметов и других орудий труда Все это клали в люльку к младенцу, чтобы полуночница играла и забавлялась этими предметами А младенца не трогала Также помогали всевозможные магические действия, например, заговора В любом случае для предков она существовала Полуночницей относилась к темным низшим духам Множество страшных и древних существ ушли теперь в историю Но вера древних славян не менее интересна, нежели поверия и других народов Изучайте больше! Всего вам доброго!